Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну опять новости очередные. Ну, ребят, ничего хорошего. Я бы даже сказал, всё плохое. В Госдуме посоветовали США запастись туалетной бумагой на случай вторжения в Чёрное море. Ну, хама там сидят. Ну, чё говорить? Хама. Он уверен, ну вот этот Швыдкин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, и Швыдкин уверен, что отправка кораблей США в Чёрное море будет доказывать, что инцидент с украинскими военными судами в Керченском проливе был заранее спланированной провокацией. Ответ может быть достаточно серьёзным. Ну да, ага. Ну, хамы просто. Ну, блин, слов уже нет. Вы представляете, вот так вот со стороны посмотреть на Россию. Да, управляют хамы, а управляется быдло. Красота. Концерн Калашников представил бла-бла-зала Арктик. Гендиректор Калашников рассказал о возможностях нового беспилотного комплекса, адаптированного к работе в арктических условиях. Вот тут картинка показана. Ну, я представляю себе, как в том анекдоте. Внутри два корейца сидят и крутят, значит, винт вот этот вот. Да, а для тепла там на нос корабля шапка надета, ушанка. Больше ничего. Чего они могут изобрести? Ничего они не могут изобрести. Владимир Путин дебютировал в комиксах. Ну, 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 ну. Ну, конечно, ужасно здесь его изобразили. Уже в комиксы попал. Ну, правильно кто-то говорил, что теперь Голливуду красота. Пиши сценарий про Россию. Возвращается, как было в свое время, агент 007. С россиянами воевал сейчас опять. Зайка ручками махал, оптимизму нагонял. Александр Горный рассказывает про прямой эфир с премьером. Я тут недавно все говорил, что-то Медведев, Медведев. Оказывается, был прямой эфир. Ну, в общем, он тут над ним издевается. Над этим Медведевом за Путина все равно топят. Медведев плохой, Путин хороший. Ну, в общем-то, сами знаете, Медведев – это уже, это не должность, это диагноз. Вот и все так же. Ничего он. Тут у него спросили, а где же вы деньги-то нашли? Вот я тут недавно тоже говорил, что, мол, а где же вы деньги-то нашли? Мол, деньги есть. А пришлось приложить определенные старания, это он отвечает, для того, чтобы понять, что для нашей страны наиболее безболезненные источников роста. В конечном итоге тут все многоточие. Нам пришлось увеличить НДС. И решить некоторые другие задачи. Ну, конечно, пенсионеров ограбить. Здравствуйте, доктор, что-то вы не поете. Ой, спою потом как-нибудь. Спою, спою. Попозже, ребят, у меня сейчас дел много. Ну, в общем, все. С Горным все понятно. Путин хороший, а бояре плохие. В Ивановской области задержан владелец детского владения «Радуга», где детей сажали в карцер. Ну, красота. Пенсионеров сажать. Семь-семь лет вот этого посадили, да, мужика, в тюрьму на 25 дней. Ему 25 дней – это каждый день как год. Тяжело все-таки. Вот. А детей в карцер сажают. Красота. Вот я вам что-то обмолвился, но сейчас подробнее. Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Дискуссия развернулась на саммите Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Евразийского, да. А кто там от Азии-то, интересно, Азербайджан. Александр Лукашенко затем рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в нехорошей форме инициировал дискуссию по газовому вопросу. Наверное, что он и снимал. Сейчас так принято в России. Идешь извиняться, снимай штаны. Вот. Ну вот насчет Льва Пономарева. Ему 77 лет, да. Пишет Геннадий Гудков. Статью, да. Известный, заслуженный в России правозащитник. Всю жизнь посвятил отстаиванию наших с вами конституционных прав. Ну и вот, в общем, его. Его посадили. Ну, статья называется очень так. Броска. Эпоха сволочей. Да, уже сейчас никто не стесняется. Приговор Пономарева пощечина Европейскому суду СПЧ Сергей Пархоменко пишет. Михаил Федотов, глава свежереформированного совета по правам человека, назвал необъяснимым, в кавычках большими буквами, приговор Тверского суда о 25-суточном аресте для правозащитника Льва Пономарева. А что тут объяснять? Ну, вот этим, как он называется, вот этим пуском-то, да, значит, вынесли решение, что им заплатить нужно и признать несправедливым. Вот ответ. Ну, он говорит, что это прямое, прямой ответ на решение СПЧ по делу Навального. Ну, мне кажется, это к пускам этим, так их что ли зовут, ну, которые пели там Богородица, забери. Вообще, ёлки-палки, я что-то народовольство вспомнил. Вот там были протесты, да, а эти вот там кабеницы кривляются где-то, значит, в мечети или где они там были. Вот, в общем, страшное дело. Измельчал народ, измельчал. А, ну и вот вишенка на торт, справедливость восторжествовала. Рамзан Кадыров, значит, выпустил тут из себя Конституционный суд России, признал законное соглашение по административной границе между Чечнёй и Ингушетии. Да кто бы сомневался? Справедливость. Какая справедливость? Если им позвонили, да им даже звонить не надо, они знают, что, как выносить-то. Ну, в общем, так, ребят, ничего хорошего, но слова, слова. Я смотрю, какими словами всё это делается. Да, уже вот эти вот, уже депутаты, вот так называемые, уже хамить начали в открытую и так далее. Ну, это переломится, понимаете, это всё переломится и обломится. Ну, в общем, посмотрим, что дальше будет. Пока, с вами доктор Влад.